Эту несчастную собаку нашли на пустыре позади шинного магазина в провинции Антария, Канада. Лапа и морда были туго перетянуты изоленты. Морда собаки из-за этого уже сильно опухла и собака совершенно обессилела. По словам ветеринаров, счет шел уже на часы. Двуманное общество Винза, Essex County Humane Society, в которое поступила собака, провело свое расследование. Как оказалось, хозяева семилетней собаки по кличке Джастис решили ее отдать в приют. Они не смогли больше держать собаку в доме, так как у их внучки оказалась аллергия на животных. Они передали собаку некоему Майклу Хиллу и дали ему 60 долларов в качестве оплаты для приюта. Хилл решил оставить деньги себе, а собаку связал и выбросил в поле. Через два месяца Хилл был осужден и получил два года лишения свободы. В дополнение к тюремному сроку Хилл получил три года испытательного срока и 25-летний запрет на владение животными. Хотя законы Антария о жестоком обращении с животными являются самыми суровыми в Канаде, многих все равно удивило, а защитников животных обрадовало, такое строгое судебное решение. Дело получило широкий общественный резонанс. Когда собачка оказалась у ветеринаров, она была при смерти. Малышка практически не могла дышать и ходить. Мало того, на мордочке остался глубокий незаживающий шрам от изоленты. Долгие месяцы Джастис приходила в себя после того кошмара, что ей пришлось пережить. Сейчас ее состояние пришло в норму, но на морде навсегда останется заметный белый шрам. Только спустя полгода Джастис наконец-то нашла постоянный дом и любящих хозяев. Теперь семилетняя собака наконец-то чувствует себя окруженной заботой и любовью. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.